В эти выходные в Петергофе традиционный праздник фонтанов. Публика по привычке называет его праздником закрытия фонтанов, но это неверно. В этом году петергофские фонтаны проработают до середины октября. На большом каскаде фонтанов исполняется мультимедийный спектакль под названием «Театральный роман». С произведением Михаила Булгакова это не связано. Это скорее роман Петергофа с театром. Театром во всех его проявлениях. От ритуальных плясок у костра русского балаганного театра. Вот как это выглядит. Вместо открытия занавеса яркий салют, большой каскад и фасад Петергофского дворца в этот вечер стали сценой. Именно театру был посвящен осенний праздник фонтанов. В самом начале зрители вернули на тысячи лет назад в первобытные времена шаманские танец в исполнении древних не то воинов, не то охотников. История театра по смелому заявлению ведущего началась именно тогда, когда пещерные люди взяли в руки череп мамонта уже не как охотничий трофей, а как средство перевоплощения. Тореографические выступления дополнялись трёхмерной анимацией и инсталляциями. С экрана в гостям обратился Шекспир. Размышления о трагедии как о театральном жанре сменились мультипликацией. Каждая шекспировская пьеса уместилась в минуту или даже меньше. Могу назвать цифру. Более 200 человек делало этот спектакль. Год нашей жизни, более 200 человек персонала. И всё это вот ради этого часа. Это приятно, потому что всё-таки здесь у людей раскрывается душа. Британскую трагедию сменил русский балаганный театр. Скоморохи пустились в пляс под мелодией балалайки. На ней играл даже огромный медведь. А вот коза с баяном. Куклы-великаны стали режиссёрским новаторством. Их впервые задействовали на празднике фонтанов. В данном случае большие куклы – это именно сценическая форма, которая позволяет, в принципе, раскрыть сюжет гораздо полнее. Кукольные номера будут посвящены и народному площадному театру, и опере. После русских народных танцев – балет. Анимированная хореография по мотивам Щелкунчика и Лебединого озера стала как бы прологом к вокальной части. Идва ли дискуссия о жанрах может быть более зрелищной. Ко всем праздникам не только рассказали о высоком трагедии и комедии, но и показали функциональный колорит страт, чья культура подарила мировому сценическому искусству признанные шедевры. Мультимедийный спектакль «Театральный роман» собрал десятки тысяч петербуржцев и туристов. Постановка шла всего час, но режиссерская группа наполнила каждую секунду невероятно ярким и насыщенным действом. Мне понравилось, что очень хорошо совместили музыку, серверки и театральные представления. Салюты, призрак оперы и балет. И первое представление с мамой там. А я больше всего люблю салют под музыку, поэтому мне вот это больше всего понравилось. ВЕСТИ ПЕТЕРБУРГ